Прошедшее лето на Среднем Урале выдалось на удивление жарким и сухим. Этим обстоятельством решил воспользоваться один из жителей города, поджигая леса вокруг Новоуральска. Лесные пожары стали самым страшным ЧП за лето. Ситуация была очень напряженной. Леса горели так сильно, что в городе было нечем дышать. Огнеборцы не сразу справили ситуацию в силу погодных явлений. Тогда к тушению пожаров подключились добровольцы. Рискуя собственным здоровьем, они с утра и весь день помогали, чем могли. И все-таки до последнего не верилось, что причина лесных пожаров стала не палящее солнце, а человек. Сегодня уже открыто и смело можно сказать, что поджигатель найден. Нами в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к серии поджогов на территории обслуживания. Данное лицо задержано. В ходе работы с данным лицом сотрудниками уголовного розыска были получены признательные показания. В настоящее время лицо, совершившее данное преступление, арестовано. Арестовано Новоуральским городским судом и содержится под стражей. С ним продолжается дальнейшая работа. Поджигатель, ранее судимый мужчина, 1976 года рождения. На вопрос, зачем поджигал лес, объяснить свое поведение не смог. Как и девушка, которая пыталась сымитировать дорожно-транспортное происшествие в Новоуральске. Это видео облетело, пожалуй, все сети, мессенджеры, горожан. Водитель такси везет пассажира рано утром. Едет по улице Первомайской и вдруг на дорогу выбегает девушка. Водитель тормозит и девушка прыгает на капот стоящей машины, медленно сползая вниз. Когда представительница прекрасного пола узнает о том, что в машине работал видеорегистратор, то тут же убегает прочь. Чтобы ее не нашли, она потом перекрасила волосы, подстриглась, поменяла стиль одежды, но полицейских не провести. Стражи порядка нашли девушку, которая разыграла ДТП на дороге. После этого видео перекрасилось, подстриглась, изменила свою внешность. Но наша бдительность, нас не обмануть. Все дороги ведут к нам. Нашли, пресекли. Девушка таким путем хотела получить с водителя денежные средства. Однако она их не только не получила, но и сама заплатила штраф. Плюс заработала славу дорожной артистке. Далеко не самую приятную. Это потом она плакала, извинялась, говорила, что больше так не будет, но репутацию уже не вернуть. Подробнее о пресс-конференции расскажем в тематической программе «Грани» в ближайшие дни. Следите за анонсами. Наталья Рау, Иван Вахмяков, Геннадий Донгузов. Объектив. Итоги.